Слава Украине! Привет всем от Полонского! Верхняя палата парламента Швейцарии разрешила стране перепродавать оружие Украине. Ну не напрямую, значит смотрите, Швейцария нам продавать оружие не будет. И это выглядит следующим образом. Перепродавать Украине можно будет оружие швейцарское или боеприпасы, которое швейцарцы продали или передали другим странам не ранее, чем 5 лет назад. Давно уже передано было. Но это в принципе полностью устраивает. Потому что у Германии, например, есть такое оружие, такие боеприпасы, они очень нам нужны. Нельзя сказать, что это критично для нас, потому что есть и другие поставщики. Но швейцарское оружие, сами знаете, оно великолепного качества. И никогда не дает сбоев, соответственно, было бы очень желательно, чтобы оно у нас появилось. Потому что это безотказные вещи, пускай там не самые передовые в мире. Но БТР у них хороший, у них есть снаряды к гепардам и так далее, и так далее. Много чего есть. Да, значит, вот это решение Верхнего парламента Швейцарии еще не означает, что мы его получим, это оружие. Значит, опять должен рассмотреть теперь нижний парламент этой страны, который сначала проголосовал против эту же самую поправочку с внесенными изменениями. И проголосовать за. Если все хорошо, то, насколько я понимаю, там должен быть проведен еще и референдум. Швейцария, это вам не Россия, не такие вот страны. Там все принимается, любые вот подобного рода. Это, скажем так, это краеугольный для Швейцарии закон о нейтралитете. Поэтому подобного рода решения принимаются только после референдума. И я, ну, пресса об этом не пишет, ни наше, ни рашистское. Но мне вот кажется, что после этого будет еще проведен референдум, после решения Нижней Палаты опять. А только потом все действие будет сделано. Поэтому говорить, что мы вот завтра получим швейцарское оружие, или же завтра получим швейцарские боеприпасы, прежде временно. Процесс может занять и полгода, например. Но в принципе, да, в принципе мы его получим. Что, в общем-то, абсолютно удивительно, потому что я не припомню, кому и когда Швейцария продавала оружие на этом свете. Ну, кроме стран, которые вот, ну, в Германию продавали. Ну, в невоюющие страны тогда, воюющие никогда. Ну, у них запрещено это дело. Вот, так что, если они это решат, если действительно проведут референдум, либо, если хватит решения Нижней Палаты швейцарского парламента, то это будет уникальный случай, когда фактически швейцарское оружие передадут воюющей стороне. Вся вода Украины.